В стенах библиотеки филиала номер 2 состоялась творческая встреча студентов-филологов МГТУ за журналистом телекомпании ТВИН Игорем Гурьяновым. Событие было приурочено к 60-летию магнитогорского телевидения, а также к грядущему 30-летию телекомпании. Об истории городского ТВ и о своей собственной телебиографии журналист поведал подробно. Игорь Гурьянов в течение трех десятилетий ежедневно выходит в телеэфир, рассказывая магнитогорцам о самых главных городских событиях. В ожидании встречи со студентами журналист телекомпании ТВИН Игорь Гурьянов времени зря не терял. Он искал книги, которые должны стать настольными для каждого специалиста в области паблик-релэйшнс. Рассказать студентам МГТУ ему сегодня есть о чем. Вот у меня за спиной книги, сделанные из миллиардов слов. Я хочу разговаривать о том, насколько материально слово как таковое оно может и приласкать. Слово может ранить, слово может давать оценку, ну и так далее, и так далее, и так далее. Я очень опасаюсь не то, чтобы быть непонятым. Понять-то они это точно поймут. Я вот тоже молодежное такое слово. Я хочу, чтобы все мною сказанное им зашло. Эта встреча стала первой в рамках проекта «Город в лицах», цель которого – познакомить студентов с яркими представителями различных профессий из области филологии. Сегодняшнее мероприятие для ребят своего рода мастер-класс, из которого можно вынести массу полезного. Очень важно, что сегодня присутствуют филологи. Они учатся по профилю медиа и культурной коммуникации. Вот как раз им интересно посмотреть, какие медиаперсоны есть у нас в городе, и наладить коммуникации. Встреча была приурочена к важной дате – 60-летию магнитогорского телевидения. Поэтому в самом начале разговора были озвучены основные вехи его становления. 17 февраля 1963 года магнитогорская телестудия начала собственное вещание на втором канале. Первоначальный его объем составлял всего 30 минут в сутки. С каждым годом он становился все больше, а качество выпускаемого информационного продукта – все выше. Игорь Гурьянов, пожалуй, один из самых опытных журналистов, который не только видел, как развивалось городское ТВ, а был непосредственным участником процесса. На встречу он признался ребятам, в профессию попал случайно. Началось все с того, как его дипломированного выпускника факультета иностранных языков попросили провести для журналистов интенсивный курс английского. И на одном из занятий главный редактор МГТРК времен начала 90-х годов – это Валентина Марковна Никифорова, тоже, будучи моей студенткой, услышала от меня фразу «А я вот тоже так хочу, такой вот я весь перед камерой такой стою с микрофоном и вещаю какие-то умные вещи». Пошутили и забыли. До того момента, как меня вдруг находит мой друг, тоже переводчик, и говорит, с тобой хотят встретиться руководство МГТРК. Для чего? Ну, наверное, пригласить на работу. Три десятилетия имя Игоря Гурьянова звучит с экранов ТВ. Корреспондент, ведущий, автор целого ряда телепроектов. Он рассказал ребятам о профессиональных секретах. В итоге повествование, как и надеялся он до начала встречи, зашло каждому. Когда я поступала на эту специальность, у меня было очень много вопросов по поводу того, а кем я буду после. И именно поэтому сейчас такая ценная информация, она очень актуальна для нас, филологов, потому что эта специальность очень обширная. Мы можем попробовать себя в огромном количестве различных профессий, сфер. И я считаю, это отличный пример того, как филолог может проявить себя. В целом, уже от начала мероприятия я испытываю безумный интерес. Сам Игорь Гурьянов, как он сказал, уже закидывает шайбы для определенных размышлений. Мне, как будущему специалисту, это безумно интересно. Спасибо вообще за возможность такую, что нам предоставили.